30 октября в новошахтинских школах пройдут выборы кандидатов в молодежный парламент при городской думе. В последние перед выборами дни идет активная агитация за кандидатов. В средней школе номер 14 к этому вопросы подошли серьезно. Конечно мы хотим, чтобы жизнь молодежи и в школе, и в городе в целом стала интереснее, лучше, чтобы ребята принимали активнее участие в каких-то мероприятиях общегородских. И для этого, конечно, мы хотим, чтобы в молодежном парламенте выступил и наш человек, и представлял нашу школу. В борьбу за место в молодежном парламенте ведут 4 кандидата. Десятиклассница Виктория Пушкина, девятиклассница Лиля Сироконян и два восьмиклассника Данил Чапурнов и Виолетта Лагутина. В моем классе всего 2 звезды, это Лагутина Виолетта и Чапурнов Данил. Это отличники, которые с первого класса учатся только на отлично. За Виолетту могу сказать, что эта девочка весь прошлый год, она староста у меня с пятого класса, весь прошлый год она как взрослый человек была мне помощником. Она выполняла все поручения, а если что-то где-то не получалось, она всегда была рядом. У каждого кандидата большое стремление победить. Данил Чапурнов, к примеру, не планирует связать свое будущее с политической деятельностью, тем не менее считает полезным участие в общественной жизни. Наберусь опыта какого-то определенного. Познакомлюсь с новыми людьми, познакомлюсь с новой сферой деятельности. У Виолетты Лагутина широкая предвыборная кампания и большая поддержка. Во время перемены ее сторонники устроили флешмоб. Зрителям вручали соки и агитационные материалы кандидата. Сама Виолетта, застенчивая на первый взгляд, обладает неплохими лидерскими качествами. Я очень общительная и могу найти общий язык со всеми. Я хочу стать медицинским работником. Это тоже какая-то помощь людям. А нужны ли организаторские способности будущему врачу? Если я стану на более высокие должности, то да. В старших классах у школьников большая нагрузка, впереди экзамены и лишние общественные поручения не всегда одобряют родители. Родители Виолетты, наоборот, почувствовали в дочери организаторские способности. И если вдруг с медициной дружба не сложится, или дочь сможет проявить себя в другой сфере деятельности. И участие в работе молодежных формирований этому способствует. В жизни, конечно, они смогут, получив какие-то определенные навыки здесь, и дальше представлять и в вузах, и участвовать в выборных кампаниях. И, может быть, кому-то понравится, он дальше пойдет именно уже себя представлять как кандидата на каких-то других выборах.